Вот такой у меня приветственный бот есть, сейчас я ему что-нибудь скажу, посмотрим, что он нам ответит. Да, я спросил, значит, можно начинать, бот говорит всем привет, сейчас посмотрю, все ли в зале готовы, видимо смотрит, смотрит, смотрит и говорит, что можно начинать. Рассказывать я буду про скайп-ботов, на самом деле не про скайп-ботов, а про майкрософтовскую платформу для написания ботов, сейчас мы к этому подойдем. Пару слов о себе, я сам из Питера, там закончил Институт информационных технологий, механики и оптики, работаю программистом с 2003 года, в Таллине уже четыре или почти даже пять лет и работаю в скайпе. Значит, что такое бот вообще? Наверное, все знают, но я повторюсь, бот это такая автоматизированная программа, скрипт, который общается с пользователем через какой-нибудь мессенджер. Я на самом деле не нахожу эту идею очень полезной, потому что есть какой-то сейчас такой хайп в индустрии, все ринулись писать этих ботов под все, там, для заказа отелей, чего угодно, но лично мне кажется, что взаимодействие с ними очень искусственно. То есть мне бы было удобнее на каком-нибудь веб-сайте просто заполнить нормальную форму, отправить заказ, чем вот так вот в диалоговой форме по одному предложению боту что-то рассказывать. Он всегда вечно что-то не понимает, ты хочешь что-то изменить, это не просто вернуться на предыдущий шаг. Но почему-то вот сейчас такой хайп и это очень модно. На самом деле, мне кажется, что идея ботов станет полезной, когда искусственный интеллект станет достаточно хорошим, потом, когда мы сможем общаться с ботом на обычном человеческом языке и он станет нас хорошо понимать. То есть такие примеры, как Siri, Google Assistant и так далее. Но сейчас мне кажется, что все равно это все больше похоже на какую-то игрушку, чем на серьезное использование. То есть там та же Siri, там с ней чуть-чуть поговоришь и так побалуешься и потом все равно все делаешь на телефоне вручную. Но вот интересная байка, что я слышал про тиндер, кстати, какие-то ребята читал, написали бота, связали его с машин-лёнингом и проанализировали какое-то большое количество тиндер диалогов и научили бота разводить девушек на откровенные фотографии. И какой-то даже хороший success rate, я не помню уже сколько процентов, то есть там была задача, нужно уложиться в какое-то количество сообщений, которые бот посылает в диалоге. Если он укладывается, то он как бы отмечает, получил он фотографию или нет. Если количество сообщений исчерпано и он ничего не добился, то он просто прекращает диалог. Довольно любопытное практическое использование, как мне кажется. Значит, я расскажу про майкрософтовскую бот-платформу, что она позволяет. Она позволяет писать ботов для чата, причем для чата one-to-one и групповых чатов. Вы можете использовать разные визуальные карты, это картинки с текстом, я потом покажу, что это такое. Тайпинг-индикатор, то есть бот может писать, что вот сейчас он печатает. Это было, кстати, использовано в моем изначальном демо, с которого мы начинали. Также можно писать ботов, которые посылают и получают медиа-контент, то есть получают видео того, кто с ними говорит, аудио того, кто с ними говорит, он может также контент сам производить, то есть сам посылать какие-то видео-фиды, сам посылать какой-то звук. То есть боты – это не только чат-боты. Также есть возможность писать IVR-боты, это Interactive Voice Response-боты, используется во всяких кул-центрах, когда вас там просят нажать один, чтобы сделать то-то, нажать два, чтобы сделать другое. Вот это вот IVR. Также в Microsoft-овском фреймворке есть Payments в Developer Preview. Я сам не разбирался, не копался, что оно конкретно умеет. Если будет интерес, можете посмотреть и разберетесь. Может быть, даже расскажете нам потом. Есть возможность, значит, встраивать бота в веб, как веб-контрол, и писать плагины внутри самого приложения. Тоже в превью. Теперь про архитектуру. Я не знаю, насколько видно с задних рядов, но, значит, в левой части экрана находится ваш сервис, код вашего бота, который написан с использованием BotBuilder SDK. Посередине находится BotConnectorService, с которым ваш бот общается. И справа находятся уже конкретные мессенджинг-приложения, которые называются каналы, с помощью которых бот общается с конкретными людьми. Вы также можете использовать всякие дополнительные API. Например, тут указано Microsoft Cognitive Services API для распознавания голоса, для партинга текста, подключать всякие Machine Learning API. Вы можете использовать сторонние API. В общем, все что угодно. Любая бизнес-логика вашего бота может быть использована. Подключать какие-то произвольные базы данных и так далее. Но идея в том, что код вашего бота общается с BotConnectorService, который задеплоен на серверах Microsoft, и уже BotConnectorService общается конкретно с каким-то приложением. Эти приложения называются каналы. То есть идея этого фреймворка в том, что написав код единожды, ваш бот может быть использован с помощью разных совершенно мессенджинг-платформ. Например, из известных есть, конечно, Skype. Есть Skype for Business, Facebook Messenger, Telegram, Microsoft Teams, если кто-то знает, что это такое. Есть интеграция с Twilio, то есть можно получать и отправлять смс-ки и так далее. То есть количество каналов довольно большое и, наверное, будет расти. Нету, к сожалению, известных Viber, нету ВКонтакте. Видимо, он не настолько популярен в мире. Чего еще нету? Jabber не настолько популярен. WhatsApp нету. А что за протокол такой Bing? Bing? Это не протокол. Это Search Engine. Я понимаю, а как он смотрел? Не знаю, я не смотрел. Что из себя представляет Bing канал? Есть возможность посылать различные типы карточек. Они все, на мой взгляд, похожи. Там где-то одна картинка, где-то несколько картинок, где-то одна картинка, большой текст. В общем, это разные UI-ные виды того, как бот взаимодействует с пользователем. Я не стал здесь показывать, чем они отличаются, потому что есть такая штука, называется канал-инспектор. Это веб-приложение на сайте бот-платформы. С помощью этого канала-инспектора вы можете посмотреть превью того, как конкретный тип карточки будет выглядеть в конкретном канале. То есть, как карусель карта выглядит в скайпе, например. В дропдауне вы выбираете тип канала, выбираете фичу, тип карточки, и он вам покажет превьюшку, как оно выглядит. Следует учесть также, что не все вот эти типы карточек поддерживаются на всех каналах. То есть, прежде чем что-то писать, посмотрите, какие карточки вы хотите использовать, под какие каналы вы хотите написать свой бот, чтобы не сесть в лужу, скажем так. Я когда начал этим баловаться, взял какую-то сразу крутую карточку, написал, запустил и где-то в каком-то из каналов ничего не увидел. Думал, что такое, почему стал ковыряться, и оказалось, что вот она просто не поддерживается. Теперь про сам SDK. SDK состоит из SDK для .NET. Также есть SDK для Node.js. В SDK также входит ажуровское приложение Azure Bot Service. То есть, прямо на портале Azure можно создать приложение, которое называется Bot Service. Прямо в браузере что-то простенькое накодить и там же закостить свой бот. То есть, не покидая браузера, можно написать свой бот. Ну, если вам все это не подходит, то можно использовать просто REST API на любом любимом языке программирования. Вот мы видели тут несколько минут назад распределение языков. Все любят Java. Вот, пожалуйста, можно, используя REST API, также написать своего бота. Значит, REST API состоит из трех бот API. Первый это бот-коннектор REST API, самый основной, который служит для посылки и отправки сообщений от вашего кода к бот-коннектору. Бот-стейт API служит для сохранения состояния вашего диалога между пользователем и ботом. И DirectLine REST API позволяет подключить какое-то ваше собственное приложение к боту. То есть, по сути, можно собственный мессенджер подключить к бот-коннектору. Да, и также в составе SDK есть бот-эмулятор. То есть, у нас останется время, я покажу. Очень удобно, когда вы пишете бот, не нужно его каждый раз куда-то деплоить. Это приложение прямо на вашем компьютере, вы его запускаете, оно эмулирует вот этот коннектор-сервис и общается с кодом вашего бота локально. То есть, вы в вашем IDE запускаете под дебагом вашего бота, он на локал-хосте где-то висит, бот-эмулятор коннектится к нему, и вот все это можно легко отдебажить. Вот. Основным элементом, атомарным элементом общения бота с бот-коннектором является activity. Все, что они друг другу передают, это activity. Главным activity является message. Не главным, а таким популярным, да? То есть, само сообщение, текст, который пользователь или бот посылает. Есть всякие служебные activity, изменение состояния диалога, typing activity, когда кто-то печатает, то другой узнает, что этот человек печатает. Activity также это конец разговора, тоже activity, юзер вышел из разговора, тоже activity. То есть, все ивенты, вся служебная мета-дата передается с помощью какого-то типа activity. Теперь поговорим про абстракции более высокого уровня. То есть, можно, в принципе, сесть и написать своего бота, просто пересылая activity туда-сюда, да? То есть, просто месседжи. Но сложность такого подхода будет состоять в том, что у вас один код для бота, но несколько, может быть, тысячи, миллионы пользователей, которые одновременно с ним общаются. И каждый человек, каждый клиент находится в разном месте этого диалога, да? То есть, для каждого клиента, для каждого пользователя бот должен где-то хранить состояние, где мы сейчас находимся. О чем мы вообще говорим? Можно все это вручную написать, наверное, но это неудобно. Вторая проблема в том, что если у вас какой-то большой сервис, большой бот, который обслуживает очень большое число пользователей, то, наверное, его сервис будет задеплоен на нескольких серверах, на нескольких инстансах, если мы говорим о каком-то клауде, и каждый новый ответ пользователя может прийти на совершенно новую машину. То есть, в каком-то смысле, наш код stateless. И вот эта концепция диалогов, о которой я сейчас расскажу, она позволяет сохранять state всего разговора прозрачно для вас, то есть, вам не нужно ничего писать автоматически, то есть, вы ничего не знаете, для вас как будто это все локальное приложение. Хотя каждый раз состояние диалога сериализуется, где-то там хранится. Когда мы получаем ответ от пользователя, оно попадает на совершенно новую рандомную машину, которая ничего о состоянии нашего диалога с этим пользователем не знала. Состояние здесь и реализуется, и мы оказываемся в нужном месте кода, как будто это просто консольное приложение, и вот мы вот здесь и находились. Концепция диалогов похожа на концепцию скринов традиционного приложения, то есть, есть какой-то основной экран, из него кнопочкой Next мы переходим на какой-то другой экран, и так далее. Также выстроены диалоги в системе бот-фреймворка, то есть, в какой-то момент времени вы находитесь в каком-то диалоге, из этого диалога можно либо запустить под диалог, либо этот диалог можно закончить, и тогда выполнение перейдет к последнему диалогу на стеке. То есть, все эти диалоги выстроены в стек, с верхушки, с последнего диалога можно запустить child-диалог, пока он не закончится, все сообщения будут обрабатываться им. Как только child-диалог отработал, то управление перейдет к последнему диалогу на стеке перед ним, а этот уйдет со стека. То есть, для управления всем этим есть вот такие методы, которые говорят, чем может закончиться выполнение диалога. Метод context-weight используется для того, чтобы ожидать сообщения от пользователя, в него передается делегат. Когда пользователь что-то пишет, это попадает вот в тот метод, который указан в wait. Метод fail говорит о том, что этот диалог закончился с каким-то exception, с какой-то ошибкой. Метод done говорит о том, что этот диалог, в принципе, закончился с таким-то результатом. Текущий диалог снимется со стека, и управление перейдет к предыдущему диалогу. So, context-call и context-forward из текущего диалога вызывают какой-то child-диалог. То есть, каждый диалог обязательно должен вызывать один из этих методов. Также в фреймворке этом есть chain-класс, который состоит из большого количества extension-методов в link-queue-стиле, что позволяет такой цепочкой определять ход ваших диалогов. Например, этот диалог, когда он закончился, continue with какой-то другой диалог, continue with какой-то другой диалог, точка do какой-то action. То есть, как вы пишете link-queue-цепочку, если кто знаком с тут на этом. Потом на примере, надеюсь, будет понятнее. Почему важно продумывать вот эту систему диалогов и систему того, как вы общаетесь с пользователем? Потому что, как я уже говорил, сама вот эта концепция, она такая шаткая, не очень удобно что-то вводить, общаясь вот таким вот образом, когда бот что-то спрашивает, вы отвечаете. И, возможно, она делает кучу таких ошибок, что сделает вашего бота не очень юзабельным. Вот я надергал типичные примеры из документации, каким не должен быть ваш бот. Упрямый бот. Значит, он продолжает спрашивать пользователя что-то, ожидать какого-то input, даже когда пользователь уже этого не хочет. Он говорит, не хочу, остановись, help. Бот говорит, я не понял, что вы имеете в виду. Введите, например, город назначения, либо телефон. И вот вы уже не хотите вводить не телефон, вы хотите отменить ваш заказ, а он упрямо говорит, вводите телефон, вводите телефон. Это, значит, первая ошибка, с которой можно столкнуться, разрабатывая бота. Противоположная ошибка – это когда любой input воспринимается как ответ на вопрос бота. В данном случае он просит ввести какой-то код для реквеста, пользователь не понимает, какой код от него хотят, говорит help, помогите, расскажите. Бот говорит, спасибо, я понял, ваш код help. Значит, это вторая проблема, с которой можно столкнуться. Загадочный бот – это бот, который не подает никаких признаков того, что он получил ввод от пользователя. Возможно, ваш код занимается обработкой данных, что-то там сложное вычисляет. Но если вы не даете пользователю фидбэка, что вы получили от него то, что он сказал, и какого-то фидбэка, что подождите, я думаю над тем, что вам ответить, то это тоже выглядит не очень хорошо. По сути, это аналог того, когда какие-то вычисления происходят в UI потоке классического приложения. То есть вы что-то нажали кнопку, все зависло, зафризилось, что-то там происходит. Вот примерно такое же можно сделать с ботом, если он не подает какого-то ответа, каких-то признаков жизни. Ну и еще одна ошибка – это капитан-очевидность бот, который все время что-то там говорит пользователю, каждый шаг его комментирует. То есть это может быть довольно навязчиво. Последний пример, что вам нужно учитывать при разработке бота – это то, сколько вы хотите помнить контекст вашего разговора. То есть, возможно, пользователь начал какой-то заказ, ушел и забыл про него, не закончив этот заказ. Вернулся через неделю и хочет сделать новый заказ. Ваш бот подгрузил состояние предыдущего диалога и подумал, что вот сейчас он и происходит, и начал отвечать на то, о чем, собственно, разговор был неделю назад. Вот. То есть все такие вещи, о них стоит помнить, и систему диалогов, то есть концепцию, что ваш пользователь будет боту говорить, что бот будет отвечать, когда, как все это закончится, нужно продумывать на этапе дизайна вашего бот-приложения. Проблема канцела и хелпа, которая была на одном из примеров, помогает решить концепция скоробл диалогов. Что это такое? Иногда пользователь хочет прервать текущее какое-то выполнение задачи на что-то, что как бы временно ее прерывает. Например, он хочет получить помощь, узнать, что вообще происходит. Либо он хочет отменить текущий заказ, текущую задачу. Он может это сделать в любой момент диалога. То есть где бы диалог сейчас не находился, вот эти команды должны быть перехвачены. Для этого придуманы вот эти скоробл диалоги. Скоробл диалоги регистрируются в HTTP модуле, который вызывается для всех сообщений, который бот получает. С помощью методов hasScore getScore вы для конкретного сообщения определяете, нужно ли интерсептить такой месседж. Например, если в тексте содержится help, hasScore может вернуть true. Если в тексте содержится cancel, hasScore может вернуть true. GetScore возвращает число от нуля до единицы, насколько данное слово, насколько данный месседж для этого диалога подходит. То есть все ваши скоробл диалоги возвращают этот скор от нуля до единицы. В конце все ответы сортируются, и тот диалог, который получил наибольший скор, будет вызван. То есть вместо вашего обычного flow этот месседж, cancel, help или подобный, будет направлен на вот этот диалог. диалог может его обработать. Когда он закончит, выполнение передастся на тот диалог, который был у нас на верхушке стека до этого. То есть мы вернемся в тот flow, который был. Еще одна интересная фича это form flow. Иногда вам просто нужно заполнить какой-то заказ, какой-то класс или структуру, у которой есть какие-то поля. Можно самим вручную написать код диалога, который будет спрашивать field за field on. Введите это, введите то, валидировать input для каждого поля. Но есть фича вот этот form flow, который вам помогает это сделать. То есть с помощью form flow вам не нужно вручную писать код диалога, а нужно только описать класс, объект которого вы хотите получить в конце взаимодействия с пользователем. Например, описать класс заказ. Там могут быть какие-то текстовые поля для свободного ввода, могут быть какие-то enumeration поля, когда человеку нужно выбрать. И вот этот диалог builder из вашего класса сначала построит форму, то есть с помощью вот этого кода из форм класса, в котором описаны наши поля, мы сначала получим форму, и потом из этой формы автоматически можно построить диалог. Я не буду останавливаться на семантике каждого конкретного метода, потому что это глупо, то есть я как раз хочу рассказать идею всего этого. и напоследок про REST. Если вы не захотите использовать все вот эти диалоги форм-флоу, вы можете просто на любом языке посылать activity от вашего бота в bot-коннектор, и значит на bot-коннекторе используется стандартная OAuth2 аутентификация, все ваши реквесты должны содержать токен, который передается в хедере authorization, и токен вы получаете с помощью ID вашего бота и пароля вашего бота. Вот примерно таким реквестом. Вот ID и пароль. Получаете токен, вставляете токен в хедер, и начинаете отправлять activity и получать activity. Демо. Я не придумал какого-то полезного примера, потому что, как я уже говорил, я считаю, что бота пока бесполезна, поэтому я взял пример из документации заказа сэндвича. Я его задеплоил в ажуре, и вот как он работает в скайпе. Вот это какой-то из тип вот этих карточек. Нам предлагают выбрать сэндвич. Давайте какой-нибудь выберем. Теперь предлагают выбрать его размер. Тоже что-нибудь выбираем. выбираем, выбираем. Какие-то топпинги, пусть будут томаты, соусы, давайте возьмем горчицу. Нет, без соуса сухо будет. И вот он спрашивает, значит, это наш выбор или нет? Можно сказать нет. что мы хотим изменить? Соус хотим изменить. Что мы хотим изменить? Соус мы хотим изменить на свитонин. То есть примерно вот так это выглядит. Бутерброд в паузе? дальше то же самое. Это совершенно тот же код, который работает в мессенджере и тот же код в телеграме. То есть вы можете заметить, что все вот эти карточки немножко по-разному выглядят в каждом из мессенджеров. В телеграме выглядит вот так. В скайпе было посимпатичнее. Значит, вот это стандартный веб-апи-код, то есть сервис, который получает http-реквесты откуда-то. Реквест, когда пользователь что-то боту отправляет, мы попадаем в метод пост, нам передается activity, вот этот это марный элемент, с помощью которого бот с сервисом общается. Значит, тут разные закаменченные у меня способы. Можно, значит, просто отправить reply вот таким образом hello, да, но это не очень интересно. Можно посмотреть вот этот пример с сэндвичем был сделан вот кодом вот этим вот, который закаменчен сейчас зеленым. То есть был построен автоматически из класса сэндвича, то есть никакого вот этого диалога выберите то-то, выберите то-то я не писал, а все это само построилось из вот такого вот класса сэндвича. То есть там enum были sandwich options, каждый выбор был enum то, что в списке список каких-то topping options, список source options, и форма была построена с помощью форм-билдера из вот этого класса сэндвича, message это welcome message перед началом формы build, все, больше никакого кода для вот того примера, который мы сейчас видели, не было написано. Все вот эти enum соусов, топингов, что мы выбирали, описаны вот здесь. А зачем налогов? Чтобы, наверное, можно было не выбирать. с помощью атрибутов к этому навешиваются разные валидаторы, специальные кастомные тексты, которые говорят, спрашивают, как это выбрать. То есть, все это довольно хорошо кастомизируется с помощью атрибутов. Давайте посмотрим другой пример. Закомментим вот эту штуку и посмотрим вот этот диалог. То есть, сейчас, когда мы получаем activity, мы эту activity запускаем на chain-диалоге. Давайте посмотрим код chain-диалога. Chain-диалог имплементирует диалог и в своем методе start создает вот этот link-view style chain того, что будет происходить. То есть, сначала то, что бот получает, мы постим вот в эту цепочку, из него выбираем текст how many questions и вот этот how many questions отправляем пользователю. после после этого ждем, чтобы пользователь ответил боту, это попадает боту, из этого выбираем текст, то, что пользователь ответил боту. Потом делаем switch, то есть развекление. Switch состоит из какого-то набора кейсов. Я сделал один regex кейс, что если начинаются стройки, то мы в chain пишем my favorite number, отправляем это пользователю и то, что пользователь ввел, продолжаем отправлять в цепочку. Если под этот кейс это не подошло, под regex кейс, то это будет обработано дефолт кейсом. Бот скажет also good choice, отправит это пользователю, текст снова отправится в цепочку, мы распарсим то, что пользователь ввел как int и автоматически сгенерируем опросник, то есть вот этот select нам заселектит enumerable диалогов, каждый из которых будет содержать текст question и номер этого вопроса, то есть если мы введем там 10, то у нас автоматически сгенерируется 10 вопросов. Каждый вопрос будет отправлен пользователю, будет ожидаться ответ, этот ответ будет выбран. Эти ответы будут склеены через запятую, то есть сейчас до вот этой точки у нас результат этого всего enumerable ответов. Мы их склеиваем через запятую, выделяем текст, ваши ответы были ответы и отправляем пользоваться. То есть вот такой link-view цепочкой можно описать поведение диалога. Вот этот бот-эмулятор, про который я рассказывал, то есть я сейчас этот... Здесь нельзя побольше наверное сделать. Но вот то, что справа читать не надо. Это просто мессенджер, HTTP мессенджер, который отправляется бота и обратно. Сейчас я ему что-нибудь напишу. Да, Да, запустим, чтобы он у нас стартовал на local хосте. Попробуем что-то написать. Сейчас он проснется. Да, тем, кому не видно, я написал hi, он отвечает how many questions. Давайте попробуем вот как раз три, то есть это попадет в наш специальный вот этот regex case. он говорит my favorite number question one. Ну и дальше мы можем что-то отвечать там la question 2 la la question 3 бах. Вот он все это склеил через запятую и написал your answers were la 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 бух. Можно попробовать еще раз. Теперь не будем говорить три, чтобы оно попало в другой наш кейс. Напишем два. минус один упадет, потому что у нас там range. То есть я не писал все это с валидацией, просто как пример. Давайте посмотрим вот этот эхо-диалог. Он не использует вот этого link-ю стиля. Возможно попроще. Значит, выполнение диалога начнется с метода start async, он будет вызван. Мы говорим, что жди контекст wait, то, что я рассказывал, вот эти методы, которые используются в диалоге wait, done, fail, forward, wait, говорит, жди сообщение от пользователя, когда сообщение придет, вызывай делегат message receive async. Message receive async получит сообщение от пользователя как awaitable от message activity, то есть мы его awaitим, получаем message. Дальше мы можем ответить с помощью метода контекст post-async вы сказали и повторить то, что ввел нам пользователь. То есть мы получаем то, что ввел пользователь и тут же отправляем это назад. Это первый пример. Второй пример, который я хотел здесь показать, это то, что фреймворк содержит какие-то встроенные диалоги, которые не нужно писать. В данном случае это prompt диалог, который спрашивает подтверждение, в него передается текст, значит, вопрос и делегат, который получит сообщение confirmation. Значит, в данном случае в этом делегате мы получим ответ пользователя на вот этот prompt диалог confirmation. Опять-таки это будет available от результата, available от bool. Мы awaitим этот результат, получаем confirmation bool. В случае позитивного говорим ok, we will repeat again, иначе говорим, что нас это не волнует. и снова как бы в цикле говорим context wait, что когда следующее сообщение от пользователя придет, оно будет обработано снова вот этим методом message receive tosync. Давайте попробуем. Я поменял у нас в контроллере, тут у нас был до этого вот этот другой диалог, chain диалог, я поставил echo диалог. Запускаем, что-то запустилось, переходим в эмулятор, начинаем новый диалог, говорим hello. У меня стояли брекпоинты, кстати, вот возможно возможность подебажить свой бот. Ответ you said hello. После этого запустился prompt диалог do you want to do it again? Yes. Окей, we will repeat again. Еще раз можно hello. Снова срабатывает брекпоинт, говорим no, и вот тот текст, который мы выводили для случая no. Еще раз код этого покажу, чтобы замапили то, что видно на код. То есть вот мы повторяем здесь, что нам вел пользователь, после этого запускаем пром диалог с методом auto confirm тормасинг. Вопрос был, можно ли использовать это в локальной сети без использования Microsoft бот коннектора только с помощью вот этого эмулятора тогда. То есть вам нужен какой-то сервис, который будет связывать код вашего бота с какими-то каналами конкретными. Вопрос был, можно ли теоретически написать такой сервис вручную. Ответ да. Так как он был написан Microsoft, то его можно написать. вопрос пробовал ли я писать напрямую бота для например Facebook мессенджера и насколько фреймворк добавляет overhead. Я не пробовал. Мне кажется, что overhead не должно быть и собственно преимущество этого фреймворка в том, что у вас готовый код того, как с помощью одного бота общаться сразу по нескольким каналам с пользователями. Хотя тут, конечно, есть и минусы в том, что вам нужно проверить, как конкретно будут выглядеть все вот эти карточки, о которых мы говорили, на конкретном канале. Они могут каким-то каналом не поддерживаться, на каком-то канале выглядеть криво, не очень красиво. Ну, тут, как всегда, универсальное средство, оно позволяет решить проблему сразу для много чего, но, возможно, не таким гибким способом. То есть, если вы общаетесь напрямую с Facebook API, возможно, какие-то фичи там есть, которые с этим фреймворком не проинтегрированы. Возможно. Вопрос был, можно ли определить, из какого канала пришло сообщение. Точно не скажу, но думаю, что да. Я думаю, что где-то в этом активите какой-то ченнел-идентификатор должен быть. Вопрос был, почему презентация называется SkypeBot, хотя можно использовать другие приложения. Сложный, самый сложный вопрос на сегодня. Наверное, потому что изначально я так заявлял тему, когда меня спрашивали, значит, про что я могу рассказать. Вот. Оказалось, что вот фреймворк позволяет не только для Skype описать боты. Ну и Skype на самом деле в этом фреймворке основной канал, потому что когда вы создаете, кстати, вот еще могу показать. На портале botframework.com ваши боты регистрируются. Вот я для сегодняшней презентации делал, регистрировал два бота. Первый вот этот welcome и второй сэндвичем. Вот тут в боте описаны каналы, по которым он работает, всякие там удалось соединиться, не удалось соединиться. состояние и отвечая на вопрос почему Skype, Skype по умолчанию. То есть как только вы создаете бота, Skype канал уже будет создан и вам не нужно ничего вводить, чтобы интегрировать его со Skype каналом, потому что изначально это для Skype. Если вы создаете Facebook, Telegram канал, то вам нужно вручную идти в Telegram, там создавать бота, получать от него вот этот токен, вводить его здесь и как бы их связывать. Потому что как-то этот фреймворк должен узнать про вашего бота, зарегистрированного в системе Telegram, либо зарегистрированного в Facebook и так далее. вопрос сколько все это стоит. Ведь не бесплатно же Microsoft все это хостит. Использование самого фреймворка ничего не стоит. И, кстати, хорошо, что спросили, потому что код вот этого фреймворка он open source. Вы можете даже посмотреть, как эти все диалоги написаны. Все это лежит на GitHub. Можно почитать, посмотреть. Собственно, стоит не сколько, а стоит хостинг. Если хотите хостить на Ажуре, то сколько стоит хостинг в Ажуре. В зависимости от того, сколько инстансов используется, какие машины и так далее. Но хостить можно где угодно, естественно. То есть хоть в гараже у себя. Последний вопрос. Да. Ну ладно. Спасибо.